В Новомихайловском завершился ремонт водопровода по улице Морской. Работы велись без перерыва на протяжении полутора суток. За это время к магистральной трубе подключили всех абонентов микрорайона Заречья. Провели дюкер под руслом реки Нищепсуха. Подробнее о том, как проходили ремонтные работы, смотрите в нашем сюжете. В современной колоде запорная арматура пластиковые трубы диаметром до 400 миллиметров. Это новая водопроводная сеть. Предыдущая металлическая конструкция не менялась с конца 70-х годов прошлого века. По результатам экспертизы для ремонта на улице Морской выбрали участок с самоизношенной частью коммуникации. Основное здесь это надежность водоснабжения, то есть потребители не будут испытывать каких-то неудобств, которые были до этого. Особенно на участке от Золотого колоса до гостиницы «Элита». Это был очень проблемный участок. На нем каждый год, пару раз мы отключались. Один из самых трудоемких процессов ремонта водопроводной сети – установка дюкера. Это участок трубопровода, который проходит под руслом реки Нищепсуха и соединяет улицы Ленина и Морскую. По расчетам строителей менять дюкер вновь придется совсем не скоро. Завод-производитель дает гарантию 50 лет. Одному и тому же железо и пластик диаметру у пластика проходимость воды лучше, чем у железной трубы. Ну, естественно, нет на ней никаких отложений известковых. На железной трубе существуют отложения, она со временем забивается, взбивает, а пластик нет. Подготовка к ремонту водопроводной сети на улице Морской началась еще летом. Строительные бригады вырыли траншею для новой трубы. Чтобы отдыхающие не испытывали неудобств, подключение абонентов перенесли на октябрь. Теперь жители Заречья и еще около 200 человек из второго микрорайона будут пользоваться новой коммуникацией.